Девочки и мальчики Юноши и девушки, мужчины и женщины, бабушки и дедушки Вы знаете, действительно, на нашем телеканале звучит разная музыка Поэтому нам очень-очень будет приятно, если вы сегодня проведете вечер со мной Со Светланой Лазаревой на телеканале Мьюзикбокс Если вы помните, у нас обязательно происходит интереснейшая встреча И сегодня не исключение Сегодня у меня в гостях на телеканале Мьюзикбокс Замечательный, замечательный певец Замечательный, красивый мужчина Ну, впрочем, поехали, Сергей Любавин Замечательный, красивый мужчина Я прошу ради Бога За родную, любимую женщину Благодарю тебя, любовь моя За тот волшебный праздник, нежная моя За то, что любишь всей своей душой Что мне с тобой так хорошо И когда я болею, шлю тебе по e-mail Тех стихов, бестолковых и ласковых И надеясь на чудо Я всегда верить буду Ты печаль, ты любимая Сказка моя Благодарю тебя, любовь моя За тот волшебный праздник, нежная моя За то, что любишь всей своей душой Что мне с тобой так хорошо Встреч мелькают страницы Перелетные птицы Лишь одна нам судьбою завещана И когда все изменится Остается надеяться Женщине на мужчину А мужчине на женщину Благодарю тебя, любовь моя За тот волшебный праздник, нежная моя За то, что любишь всей своей душой Что мне с тобой так хорошо Сережа, здравствуй Здравствуйте Здоровайся с нашими телезрителями Тебя тут так ждали Сейчас будет море звонков Я тебе обещаю Потому что такая белозубая улыбка Не может не свести с ума женщину Так, напоминаю вам наш телефон 495-276-2949 495-276-2949 А что вы думаете? Стесняюсь спросить Мы в эфире уже Да, конечно, конечно Серьезно Конечно, серьезно У нас такой легкий эфир Представляешь, как мы, да? Значит, вот у меня в руках Вот угадайте, что у меня в руках Правильно, догадливый вы мой диск Мы его будем сегодня разыгрывать И я придумала вопрос А вопрос будет следующим С кем наш Сергунька спел дуэтом? Вот кто угадает, того и диск А теперь понеслись вопросы Понеслись Сережечка, я так рад тебя видеть Взаимно Ты такой красавчик Ты когда уже будешь меняться? Когда ты уже страшненьким станешь? Не, я просто... Сейчас начнется вот эти вот опять Покраснение По это самое Давай лучше о творчестве Хорошо Скромный Света, на самом деле красавица это ты Да? Кукушка хвалит петуха За то, что хвалит он кукушку В коем случае Потому что, ну, я считаю так, что Все-таки у нас Россия не обделена красивыми женщинами Да, это точно И ты не исключение Спасибо большое И поэтому мы мужчины все-таки И у меня такая привычка Мне привил ее мой папа, мой дедушка Все-таки делать комплименты женщинам И когда я немножко действительно Не кокетничаю, смущаюсь Когда женщины мне какие-то вот Ты там такой-то не нужен Спасибо большое Знаешь, я поэтому люблю встречаться с мужчинами-артистами Потому что они, хочешь не хочешь, делают комплименты Мне так приятно В общем, на это ладно Вот ты как раз рассказал про папу А я знаю, что ты родился в городе Новосибирске Это правда? Точно Вот А еще расскажи мне, пожалуйста, про твою семью У тебя какие-то прям Какой-то замечательный, известный писатель Папа, да, по-моему, папа? Совершенно верно, да У него фамилия Дедов Да, да, да Совершенно верно Папочка мой, к сожалению 80 лет, когда я ему исполнилась Он нас покинул Сейчас его нет с нами И уже прошел год Уже пошел второй Но этот скромнейший, талантливейший человек Он на секунду просто даже не беря во внимание то, что он писал Всю жизнь работал, был журналистом Потом стал членом Союза писателей У него в Москве выходили книги Он лауреат Шолоховской премии Почему себе? Он почетный академик Петровской академии Санкт-Петербургской академии искусств Вот И у него очень много заслуг Перед Отечеством, перед Россией И его произведения, они вот Ну, не побоюсь этого слова Потому что самый яркий пример И для меня, чтобы не было такого Что вот, да, сын, там, отец Ну, понятное дело Женщина Был такой факт В 70-е годы Не сумела купить его книгу Вышла книга в Москве Называется «Святозары» И она от руки ее переписала От руки переписала эту книгу И своим родственникам, там, детям Она читала вот книгу отца, вот эти «Святозары» То есть это вот такой реальный документальный факт И, в принципе А у тебя остались его книги? Конечно Книги обязательно подарю И, более того, мы пошли дальше в этом смысле Создали страничку в интернете И у меня на сайте Есть его страничка Она сейчас в стадии доработки Где будут все его литературные произведения отца И плюс какие-то там архивные, там, семейные Небольшой такой фотографии Здорово А, знаешь, это Я теперь понимаю, почему ты такой талантливый парень-то Ты же не из простой семьи А знаешь что? А я еще знаю, что ты вроде как на журналисту учился И под фамилией дедов печатался Что-то такое, да? Это смешная такая история История забавная Забавность ее состоит в том, что мы Ну ты где учился? Это уже на журналист Ну вот рассказываю 91-й год И я понимаю, что есть вакансии И тогда открылась как раз вокальная студия При училище имени Игнесины Трехгодичная Я сделал туда звонок Эдуард Михайлович Лобковский Известный наш Это самое Он набирал на свой курс как бы учеников И говорит Да не вопрос Прослушаешься все Я приезжаю Беру билет на самолет Из Новосибирской Я прослушался Эдуард Михайлович сказал Все подходишь Все хорошо Но вопрос был в том Что нет общежития В училище имени Игнесиных А у меня ни родственников Никого нет в Москве И пришлось параллельно звонить Тогда обком комсомола У меня был там первый секретарь Саша Морозов Он сейчас занимается Тоже помогает артистам Меценат И он сказал Говорит Да не вопрос Давай попробуй Ты же у тебя отец там писатель Все В институт журналистики Вернее в институт молодежи На факультет журналистики Там свободное посещение Можно будет спокойно поступить Учиться и заниматься музыкой И вот так я оказался на факультете журналистики Закончил его Между прочим там без троек Но ты писался как дедов Да? Нет Я в принципе Это как бы давняя история Когда я начал еще На заре туманной юности Публиковаться Первые публикации в газете И все-таки отец мой в Сибири Это Знаковая личность В частности в Новосибирске И чтобы отмести досужие там Истории какие-то Что папа устроил сына в газете Трым-тым-тым И тогда вот появилась эта история Что я не эксплуатировал В общем-то родовое имя Родовую фамилию Я пошел своим путем В том числе и в журналистике И тогда появилась вот эта история И тогда появился Сергей Любавин Так А Любавин Это же псевдоним, да? Это да А почему Любавин? Почему Любавин? Ну, хорошее слово Любавин Нет, вопрос не в этом Света Василия Макаровича Шукшина Ну, это я понимаю А что понимаешь? Ну, мне так кажется, что там есть Какой-то такой персонаж, да? Наверное, Любавин Нет, ну что? Василия Макаровича Шукшина Это один из моих любимых писателей Ты знаешь, я тоже калина красная Я очень люблю до третьих петухов У него есть роман Любавин Да Вот, и я считаю, что В особенности первая часть Она по силе По своей глубине Она, ну, мало чем уступает Тихому дону Просто это произведение Оно, ну, как-то Может быть Или ситуация была такая Оно Просто незаслуженно Обойдено критикой Нашей Но, в принципе, эта вещь Конечно, сильнейшая Это Почему оно мне близко? Потому что это про Сибирь Про сибирскую деревню Про глубинку Как люди там Вот этот слом Советская власть Белогвардейское движение Колчак И совершенно великолепный Потрясающий роман Вот И поэтому Это мне очень близко Вы знаете Очень удивительно Когда человек Который уже очень долгие-долгие годы Живет в Москве И он продолжает Любить Тот край Тот город И ту сторону В которой он родился И мы сейчас будем смотреть Клип Сережин Настоящего Сибиряка Сергея Любавина Это обязательно нужно делать Нужно любить свою родину Ну что, смотрим? Город печальный Уставший от рокота Где же ты, счастье мое, одинокое? Дождь сумасшедший Назначил свидание Что ты сказала ему На прощание? Город ночной Одинокая женщина С летним дождем Этой ночью повенчана Вот у метро Покупает цветы Где ты единственный Брежный Где ты? Он не обещал Лучшие песни Свои Он не обещал Тебе весь мир Подарить Он не обещал Солота Древних богов Он пообещал Только святую любовь Нежность Острая боль Поначалу Знаешь Если б сначала Начать Только В небе кружит Воронье Где ты Глупое счастье В Earth И вновь Обещал Внечения В把my В� Вдруг Вновь Вмещении Глупо Волшебая В альмиле Вzdue В в fragr ud Влечений Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В небе кружит воронье Где ты, глупое счастье мое? Субтитры создавал DimaTorzok Это интересная штука Здесь и клипы, и концертные съемки Это видео, которое ты держишь в руках Это на самом деле работа двухлетней давности Это с симфоническим оркестром Сергея Сергеевича Скрипка на Мосфильме Мы записали серию таких эстрадных песен И авторы были и западные, и наши Ты знаешь, я знаю такую интересную вещь в твоей жизни Не знаю, можно об этом говорить или нет Но это нигде не написано, это просто знаю я Когда ты появился на экране, телевизионном экране То один человек, богатый человек Захотел тебя раскрутить Я помню, что он пытался вложить в тебя какие-то серьезные деньги Он что-то запрещал работать И платил тебе зарплату Это слухи ли это правда? И ты не имел права год вообще ничего петь Ты должен был записывать песни Он какую-то там зарплату платил Нет, на самом деле, Свет, таких историй в жизни любого артиста Их на самом деле масса То есть какие-то люди приходят в твою жизнь В мою, в твою Но это было, да? Что-то хотят, да конечно А что ты от этого получил? Там ситуация такая, что Человек хочет не Как сказать Не тебя найти как артиста Как Сергея Любавина И вывести на сцену На эстраду И показать людям А скорее всего И почему такие проекты Они в основном заканчиваются не очень как бы удачно Потому что человек в основном Ты сейчас договоришь Запомни, на чем ты у нас что-то остался Звонок, звонок у нас есть Да, да, мы слушаем вас Алло 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 Мы говорим Мы слушаем, говорите Алло Алло Добрый день Здравствуйте Добрый день, здравствуйте Я хотела бы ответить на вопрос Да Говорите, говорите Отвечайте, мы слушаем вас Эту песню Сергей Любавин исполнял Статьяной Булановой Вы отгадали, правильно? Совершенно верно Вы сказали абсолютно стопроцентно правильный ответ И этот диск Этот диск И вот эту вот интересную штуку Которую я так и не хотела отдавать Мне не придется ее отдать Она будет у вас дома Теперь вы будете слушать и смотреть А как вас зовут? Меня зовут Ольга Мне очень нравится песня Сергея Понятно Спасибо, Оля, диск уходит вам Тут и клипы есть, и концерт Да, вы звоните Позвоните вот по этому телефону И вам, девочки Да, вы не бросайте просто трубку, девочки вам расскажут Как забрать всю эту историю С автографом нашего красавца Талантища Сергея Любавина Большое спасибо Да не за что, звоните нам еще Ну вот, видишь, начались звонки Ну, ты остановился И смысл в том, что на самом деле, это вот такая речь Она короткая достаточно Она в назидание всем артистам Не только мне Потому что человек, когда продюсер он или меценат Он берет артиста Скорее всего, он всегда хочет видеть свое видение Именно свое Конечно Вот Ивана Ивановича, Василия Васильевича В этом артисте Но никак не, в основном, не раскрыть талант этого человека То есть это редко, когда кому-то удается И эти люди, они всем известны Которые именно раскрывают талант артиста Это вот такие продюсеры, как Матвиенко, Алибасов На нашей эстраде Они, понимая ресурс человека Или группы Они вкладывают в него жизнь В качестве песен Каких-то музыки красивых Красивых стихов И это все, когда звучит Все это получается Но если человек этого не понимает И не хочет, он вкладывает какие-то свои амбиции Ну, условно говоря Света, вот я нашел тебе песню Вот ты ее спой, пожалуйста А ты послушала, говоришь Сергей Петрович, да это фигня полная Это вообще не мое Вот это если там споет Ольга Кормухина Это будет красиво Но это не мое вообще А он тебе говорит Да нет, Света, ты ничего не понимаешь И вот с этого момента начинаются Вот какие-то недомолвки Недопонимания В результате мы не имеем хорошего продукта И мы не имеем конечного результата То есть, когда этот хороший продукт Качественный доходит до публики То есть, вот из этой истории В оконцовке не получилось ничего Ты хочешь сказать? Это такой положительный опыт на самом деле Потому что все-таки это дает человеку И в частности мне это дало То, что мы записывали работу на студии Записывали песни Записывали новый репертуар Но это очень такая тонкая вещь Я говорю, и тонкая грань Когда должно вообще совпасть все Как в случае Вот я привожу примеры Совпасть все Образ артиста Его голос Репертуар который И самое главное продюсер Или человек, который вкладывает деньги в артиста Именно подбирает то Что сделает эту золотую середину То есть, продюсер и артист Это одно целое должно быть Конечно Если они не совпали То это результат ноль Артист чувствует одно А продюсер вообще чувствует другое Говорит, да ты что, ты не там Это, ну и все А теперь скажи Настоящий сибирский мужчина Он же должен служить в армии Ты служил в армии? Я служил Прошел офицерские сборы У нас были 9-ти месячные Офицерские сборы Поскольку учился В высшем учебном заведении И у нас Ну практически Для меня это стало Такой полноценной службой Потому что там Были и гауптвахты Были и караулы Были и там Двухмесячные Это же про тебя история Когда там что-то все Бегали в грязи Стоят А пришел кто-то какой-то Смотреть Пришел ты чистый Он говорит Вот равняйтесь Это была смешная Ну забавная история Дело в том, что Ну я наверное В лице может быть офицеров Я каюсь Я не был таким Исключительным И послушным там солдатом Рядовым и все прочее Ну вот они меня Постоянно там Или под грибок ставили Или куда-то там Картошку чистить на кухне И вот очередная ситуация Меня отправили Куда-то картошку Чистить на кухню А народ весь Какие-то у них были То ли кросс То ли все И они короче Такие запыленные Грязные Совершенно прибежали И тут неожиданный звонок Что из Москвы Приезжает генерал Смотр Просто ну посмотреть Как что там в части Всех быстро строят А я поскольку Занимался Чистил картошку Ждал там ребят С этого Это самое Я постирал себе Форму Воротнички Вот эти белые Подшил Такой вообще красавец Просто пряжку эту натер И вот стоит После кросса Вот эта банда Вообще махно И стоит один такой перец Кросавец А народ-то весь знал Что я там это самое Ну да Постоянно когда Наше построение Постоянно Любовин Там это самое Ты почему Ты почему То Ты почему Это И тут московский Генерал Так ну-ка Шаг вперед Я делаю шаг вперед Вы посмотрите Боец Это все Ну вот такой забавный случай Но в принципе Я считаю Что он И пошел И на пользу И мне в том числе Не, ну это действительно Это очень смешная история Я ее вчера читала И мне забавно Действительно показалось Скажи мне пожалуйста Еще такую штуку А я не знала Ты был на Юрмале оказывается 93-й год Да Это вот начало Так скажем Моей творческой деятельности У меня вышел В 93-м альбом На студии Союз первый Еще моих песен Не хватало Там и поэтому Половина была моих песен А половина так называемых Дворовых песен 17 с половиной Потом Я не стану ждать тебя На берегу Вот этот репертуар Я ухожу Сказал мальчишка И сквозь грусть В общем-то все То что мы пели В Сибири Там где-то в подъезде И вот как раз Шесть песен Было именно моих Первые Вот и Юрмала На самом деле Тоже очень много Мне дал этот конкурс А ты что-то там взял Нет? Смешные Нет Там был первый Международный конкурс И поскольку Я сейчас через годы Которые я прожил Там шоу-бизнес И в том числе Я понял Что первое место Заняло Латыш По-моему Раймонд Пауэллс Там это самое Второе место Какой-то на коляске Выезжал парень Барт Из Аргентины Вот И третье место Леня Агутин А вот ты вот в этом был Я вот в этом конкурсе Но Интересно Тоже же Без интересных Историй не обходится Я приехал Из Сибири Такой парень У меня вот Примерно такие же штаны Последние были Вот Какой-то пиджак Сумасшедший Тоже с заплатами И я вышел на репетиции Лайма Вайкули И ты такой стильный И я такой стильный Выхожу И начинаю петь Какую-то песню Там свою Так старая Все это И я слышу там Это Потом мне передали Лайма спросила Это кто В общем-то Но замечательно Получилось то Что именно Это было сказано Не в связи С моей песней И все Там все было замечательно В связи И со внешним видом И было Вообще Ну это бест Потом дальше Как развивались события Она зашла в гримерку Говорит А что это вот У вас Я говорю Это мой вообще Костюм Это просто бомба Она говорит Так все Снять Позвонила мужу Своему Андрею Латковскому И он привез Свой фраг Я его одел И вообще Как вот просто Я никогда фраг не носил Мне было 20 Там с небольшим лет Я в этом фраге вышел Там все в Москве У меня три человека Которые меня знали Они говорили Сергей Вот Ребята Представляете Вот это признание У нас сегодня Сергей Любавин Признание Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю Ты для меня на свете Самая родная Твое имя Как молитву Повторяю И не признаюсь Как я по тебе Скучаю Я знаю Моя единственная Строгая Простая Схожу с ума С тобой Я голову теряю Не забываю Посмотреть на небеса Звезда сорвалась Загадай скорей Одно желание Судьбы Своей Всегда быть вместе Хоть сто тысяч лет Твоей улыбки И видеть свет Млечные звезды Маяки любви Целую руки Глаза твои Земной любви Прекрасное вино Мое желание одно Я знаю Я знаю Мне без тебя теперь Ни в горести Ни в славе Не удержать Шальных коней На переправе Не победить в бою Не быть собой Родной Я знаю Что быть счастливой Все же есть Одна причина Твой лучший рыцарь Твой единственный мужчина Тебе желает Море счастья И любви Звезда сорвалась За годой Скорей Одно желание Судьбы Судьбы Своей Всегда быть вместе Хоть сто тысяч лет Твоей улыбки И видеть свет Млечные звезды Маяки любви Целую руки Глаза твои Земной любви Прекрасное вино Мое желание одно Всегда быть вместе Хоть сто тысяч лет Твоей улыбки И видеть свет Аплодисменты 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 Ну и как начинается роман? Ну ты хотел Любовина? Любовина в деревне не любили Да? Так начинали? Такие обеспеченные были Работали с утра до вечера Таких не любят? Ну не знаю Наверное А у нас на канале, на нашем телеканале «Мьюзикбокс» любят Сергея Любавина, у нас по-другому начинается роман, а у нас на телеканале «Мьюзикбокс» очень любят Сергея Любавина, и поэтому телефон разрывается от звонков, а звонить нам просто 495-276-2949. Сереж, а я знаю, что у тебя какой-то юбилей скоро, расскажешь? 30-летний юбилей, естественно, и это в следующий год, это апрель месяц, и мы планируем «Крокус», «Крокус-Сити», большой концерт здесь в Москве, БКЗ «Октябрьский», но у нас уже 5 лет мы работаем с этой площадкой, ежегодно я провожу там концерты, там будет и, скорее всего, в Минске, дворец республики, мы в этом году, может быть, в следующем тоже возьмем эту площадку. Ну, собственно, я сторонник того, что с детства не любил свой день рождения, просто ненавидел. А у тебя в апреле? У меня в апреле, да, 10-го. А у меня 24-го. День рождения наш в апреле! У нас у продюсера 24-го апреля. Продюсер. Как телец, телецу, привет! Эй-эй! Так, ну давайте про тебя, ну. Вот, и, в принципе, не любил никогда дни рождения, всегда любил приходить к кому-то, дарить подарок, но когда ко мне приходят, я всегда скованно себя чувствовал, вот все знаки внимания, день рождения, поэтому, наверное, перенес это и на творчество. То есть мы не будем делать акцент, что это подведение каких-то итогов, каких итогов нужно работать и быть в своей профессии настолько, насколько ты чувствуешь себя в этом, насколько у тебя есть внутренний задор, энергия. А сейчас у тебя есть коллектив, там, балет? Конечно, нет, балет нет, но у меня 12 человек музыкантов, вот, и замечательные ребята, молодые все, то есть средний возраст, это где-то 24-25 лет. Подожди, а 12 человек музыкантов, это медная группа тогда выходит? Это не медная группа, это барабаны, бас, клавиши, саксофон. Ну, медная группа, саксофон, да. Ну, да, можно так, в единственном числе представленная, аккордеон, перкуссия, вот, и мы берем, получается, квартет, вот, как раз струнный, две скрипки, вилончель и контрабас, если какой-то у нас. А как же вы так ездите, это какой же райдер тогда вообще, это же очень серьезный райдер тогда, да? Нормальный райдер. Ну, как, он такой у тебя, он у тебя пафосный райдер или он все-таки нормальный? Нет, райдер совершенно нормальный, то, что касается бытового райдера, это, у меня вообще нет каких-то пафосных историй. То есть нет там туалетной бумаги в звездочку, например, или туалетной бумаги с изображением там лучшего друга, коллеги. Нет, это отсутствует у нас, нет коньяков никаких там супердорогих там и всего прочего, но то, что касается звукового райдера, здесь, да, здесь приходится прокатчикам иногда нести какие-то затраты дополнительные, но самое главное, 99% этих людей, они не жалеют потом, потому что, да, концерт у нас замечательный звукорежиссер, он выстраивает уже, это уже современная история, работаем в НРах, я в Америке заказал вот эти штуки, у нас нет мониторов. Так, вот ты знаешь, вот это вот начинай НР, расскажи нашим зрителям, что такое НР, это я понимаю, они не понимают, расскажи. Ушничек, который в ушко вставляется, и ты уже независим от колонок, которые стоят на сцене, ты можешь ходить по залу, ты можешь выходить к людям туда, и тебе прекрасно все слышно, прекрасно слышно то, что играют твои музыканты, и прекрасно ты общаешься с залом. Здорово. А еще, знаешь, вот расскажи мне, пожалуйста, у тебя есть там какие-нибудь там костюмеры, массажисты, там, я не знаю, эти, десновидящие, бэк-вокалистки. Света, вакантная должность, она открыта. В смысле, массажист? Девочки, вы слышали, бэк-вокалистки, массажистки требуются в группу Любарина. Но если серьезно, то у нас, естественно, мы жалеем наших любимых прокатчиков, мы их любим, как и они нас. Но жалеем. И какой-то, но жалеем в том смысле, что все-таки сейчас мы в ногу со страной живем, и не надо там вот это, пальцы там загибать и все прочее, и требовать что-то дополнительно, то, что не нужно совершенно на гастрольном туре. Для чего, ну, все должно быть разумно, Света. Все должно быть разумно в нашей жизни. И разговоры, кстати, тоже должны быть в разумных количествах. Поэтому слушаем и смотрим песни Сергея Любавина. Корабли плывут в Константинополь, Поезда уходят на Москву, От людского шумля, От скополь, Каждый день я чувствую тоску. От того при встрече иностранки Я под скрипы, шкун и кораблей Слышу голос плачущей тальянки И далеких охрик журавлей Пускай ты выпида другим Но мне осталось, мне осталось Волос твоих стеклянный дым И глаз осенняя усталость Льется от ней моих розовых купол. В сердце снов золотистых с ума Много девушек я перещупал Много женщин в углах прижимал Так чего ж мне ее ревновать? Так чего ж мне болеть такому? Наша жизнь в раз дня до кровати Наша жизнь поцелуй до волос Я не знал, что любовь зараза Я не знал, что любовь чума Подошла и прищуренным глазом Хулигана свела с ума Я б навеки забыл кабаки И стихи выписать я забросил Только в тонках касаться руки И волос твоих светом в осень Пускай ты выпида другим Но мне осталось, не осталось Волос твоих стеклянный дым И глаз осенняя усталость Пускай Но мне не выпида Слушай, как здорово Я прям заслушалась и засмотрелась Сереж, а скажи мне, пожалуйста Вот этот клип Он на самом деле снимался Вот в этой гостинице Вот в этом номере Там где Есенин Да, это правда? Да, это правда И в принципе Но это видео Это 90-е годы еще Наверное, конец 90-х И ценность его состоит в том, что действительно Это гостиница Англитер Где Сергей Есенин Он тоже такое совпадение странное Это они приезжали туда И жили в этом номере С Эсидорой Дункан В расцвет их романа И любовь И все И так получилось Вот усмешка роковая судьбы Что свои последние минуты Есенин провел именно в этом номере Пятый номер Запомни, что говорил Звонок, чтобы не сорвался Слушаем звонок Запомни, запомни Мы слушаем вас Здрасте Здрасте, говорите Вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте Я почитатель ваших февера Хочу задать вопрос вам А когда у вас будет следующий концерт? Да, очень приятно Спасибо за вопрос Следующий концерт Нужно Их на самом деле много Смотря где Я думаю, что спрашивают про Москву То, что касается Москвы Это будет как раз Мы сейчас со Светой об этом говорим Осенью Планируем 3 октября Большой концерт Это скорее всего будет Или площадка Золотое кольцо Как раз 3 октября Исполняется 120 лет День рождения Сергея Есенина И в этот замечательный день Планируем концерт Где первое отделение Будет полностью Песня на стихи Сергея Есенина Так, вот это вот же Полностью песня на стихи Сергея Есенина Подожди Под какой-то симфонический оркестр Или как-то стилизованно Что это будет, расскажи Это будет амплактовый Так называемый концерт То есть полностью живой концерт Барабанщик, басист, клавишник Саксофон, аккордеон Все это сыграно вживую Как любил Есенин Это же, он Это серьезно Он под тальянку Так называемая Двухрядная гармошка Он напевал свои песни Это как бы документальный факт Исторический Он любил съесть Выпить рюмочку чаю И посидеть И под окошком месяц Над окошком и так далее Никогда я не был на Босфоре Вот это он все напевал С удовольствием И мы в такой же традиции Сделаем этот концерт Для поклонников И любителей творчества Есенина 3 октября Театр Золотое кольцо Приходите Я думаю, что будет интересно Меня пригласишь? Да Я приду обязательно Вот честно приду А скажи мне А это как-то будет Ну понятно А у вас будет какие-то декорации Это какое-то Тетрализованное будет представление Или нет Или это будет просто концерт Это Я считаю так, что Во-первых Это будет только одно отделение То есть час Час может быть с небольшим И наверное мы от Есенина От самого Не будем отвлекать людей Декорациями Какими-то или чем-то Это правильно Это будут какие-то Интересные истории Какие-то стихи Так стоп стихи Ты тоже будешь читать? Я очень много поработал Перед тем, как создать Эту программу И откопал какие-то Невероятно интересные истории Которые не описаны Современниками Нет в официальной Какой-то литературе Касающейся Сергея Есенина Его взаимоотношений С женщинами Его взаимоотношений С коллегами И все это мы покажем Вот в этом Ты не ответил на мой вопрос Ты будешь читать стихи? Да А ты можешь какой-нибудь Ну маленький стишок сейчас Ну не из Есенина Можно что-нибудь Можно Да, так интересно Стихотворение Дорого для меня тем, что прислала его женщина Непрофессиональный поэт Ну давай Ну давай Звонок Сейчас звонок А потом Я же тебе говорила, тебе буду звонить Да, алло Сережа слушает Алло, говорите, вы в эфире Да, 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 да Говорите, вы в эфире Алло, добрый вечер Да, добрый вечер Добрый вечер Сереж, привет Яржанов О, приветствую Володя Привет Рад тебя видеть Да, взаимно Знаете, подожди, Володя Это человек В далекой Сибири Много лет назад В 80-е годы Я работал солистом В его ансамбле А нас в Сибири смотрят Володя, мы тебя слушаем Да, это Новосибирская область Лучи себе Так Говори, дорогой Говорите, говорите Мы вас слушаем Большой привет, Сережа Привет, Сережа От земляков Большой привет Когда будешь в наших краях Привет, Володя Обязательно буду в ваших краях В наших краях Вот, заговариваться уже стало Ваши Осенью большой тур у нас по Сибири Начнем с Восточной Сибири Красноярск, Кустилимск, Братск И плавно переедем сюда К Алтай, Новосибирск Но это осень, наверное, ноябрь месяц А какой вопрос вы хотели задать Сереже Или просто поздороваться Вы что-то хотели спросить? Да, я уже задал Спасибо, Володя Обряда Просто это 80-е годы Это незапамятные И мы гастролируем какие-то районные центры Новогодние мероприятия Какие-то и песни наших замечательных советских композиторов Это сколько лет назад Я уже просто сумасшедший звонок Очень приятно И огромный привет всем сибирякам, которые смотрят Вот вы знаете, тем и приятно Когда человек состоялся, стал Сергеем Любавиным И тем не менее, звонят люди из прошлого А он их узнает Он рад их звонку Светик, единственное, я тебя поправлю Это люди из настоящего А, из настоящего Это самые дорогие для меня люди Для самых дорогих людей И просто всех, кто смотрит нашу программу На телеканале Мюзикбокс Звучит песня Мы ее смотрим Сергей Любавин Мой дорогой цветок Живешь с собой вдвоем И веришь, что любить Пока еще не поздно Тебе всегда тепло Под питерским дождем А я под золотым Московским солнцем мерзну Не сойдутся Москва с небой Нежной девочкой севера У моей Москвы нет такой Светлой нежности и тепла А когда развели мосты Осень струны оборвала И у диких твоих коней Гривы вороново крыла И в час, когда шепчу Во имя всех святых В награду нам дано Такое наказание И я схожу с ума От нежных губ твоих От женской красоты Горячего дыхания Не сойдутся Москва с небой Нежной девочкой севера У моей Москвы нет такой Светлой нежности и тепла А когда развели мосты Осень струны оборвала И у диких твоих коней Гривы вороново крыла Мой дорогой цветок Живёшь с собой вдвоём И веришь, что любить Пока ещё не поздно И мне всегда тепло Под питерским дождём А ты под золотым Московским солнцем мёрзнешь Не сойдутся Москва с небой Нежной девочкой севера У моей Москвы нет такой Светлой нежности и тепла А когда развели мосты Осень струны оборвала И у диких твоих коней Гривы вороново крыла Гривы вороново крыла Крыла Конечно Как песни петь, так с Булановой Как разговаривать, так с Лазаревой Я тоже, может быть, хочу с тобой Песню спеть Вообще Просто я прямо обижусь Сейчас встану и уйду Ну, нет-нет Я не уйду Конечно же, это шутка Но Если ты думаешь, что я забыла Свою просьбу по поводу того Чтобы ты прочитал стихотворение Ошибаешься Читай Свет, но Дело в том, что я сразу Тебя предупрежу Что только одна Ты не слышала это стихотворение Да, ну давай Потому что, ну, как я сказал Непрофессиональная поэтесса Женщина Стихи такие От страсти у мужчины Кровь бурлила И женщина с улыбкой на устах сказала Что себя бы разрешила поцеловать Но только в двух местах О, мужики Святая простота Он к женщине придвинулся поближе И попросил назвать места Она сказала В Риме и в Париже Ой, как красиво Правда, как красиво Я его всегда читаю просто Слушай, как здорово Да какой неожиданный, да Как просто Прямо как у Генри Такой поворот Генри рассказывает Правда, не стихи Но там тоже такие повороты Очень неожиданные В этих рассказах И вот здесь вот там стихотворение Неожиданно очень Затем, ну, просто здорово Правда здорово Скажи мне, пожалуйста Значит, про ближайшие концерты Мы с тобой выяснили А вообще у тебя плотно расписан график Как ты вообще работаешь И слушай И вот я там все, конечно, понимаю Но мне кажется, что Тебя очень много И очень часто Слава Богу Крутят на одном из наших Известных радиоканалов Вот Я тебя там часто Во всяком случае слышу А ты принимаешь участие В каких-то вот концертах Ну, допустим, шансонной музыки? Отвечая на первый вопрос Гастрольный график достаточно плотный Он расписан И в основном это Ты кассовые концерты работаешь? Я хотел сказать, да Это 99% это кассовые концерты Вот Потому что коллектив Потому что Ребята у меня молодые Все почти снимают квартиры Музыканты Нужно Кормить Можно кормить Двигаться И, в принципе, конечно И много городов Большая у нас страна Где мы еще и не были И нужно туда попасть И съездить А где-то уже и по десятому разу Ну, не столь важно Вот Вопрос второй Какой второй вопрос? А второй вопрос был следующим Вот Ну, ты все равно Поешь шансон музыку Ты поешь разную музыку Но шансон Вот я, например, часто тебя слышу На этой радиостанции Я вот Замечательная радиостанция Они нас очень хорошо поддерживают Мы с ними дружим Это такое партнерство Мы друзья По большому счету У меня очень много статуэток Вот Шансон года в Кремле То есть ты принимаешь участие Я принимаю участие С удовольствием С огромным Потому что Когда Вот У истоков Я тоже стоял Когда эта радиостанция создавалась И первые песни Тогда еще люди не знали Вообще такого слова Что такое шансон Там вроде Формат, не формат И все прочее было Потом Сначала это были Такая лагерная лирика Какие-то блатные песни Потом он Сама радиостанция И телевизионный канал Они Такие Испытали Такие большие изменения Прошли И Пришли К пониманию Современного шансона То, что сейчас В это вкладывается Все-таки Это такие имена Это европейский шансон Да, конечно Это Лара Фабиан Это Патрисия Касс Это Луис Мигель Это Гару Это все Называется шансон То есть песня То есть И осталось Я очень рад И тому, что Не отбросили все старое И осталось все самое лучшее Из того, что была И лагерная лирика Там и группа Там лесоповал И все И они молодцы Но и Такой скачок Именно музыкальный В аранжировках В подходе к музыке К мелодиям К тексту Такой Агроматный скачок Но об этом и говорит Там и рейтинги Там и все прочее Потому что Такую работу Раньше, помнишь Если в 90-е годы Альбомы делали Там на коленке Где-то дома Какие-то студии То сейчас мы берем Мосфильмовскую студию Мы берем лучших Там плетневских музыкантов Записываем Струнные Вот эти партии Сумасшедшие Там вот голливудские Вот Лучшие Тирижеры И поэтому Мне очень радостно И участвовать В этих мероприятиях И всегда там Сергей Жилин Со своим фонографом Всегда живой звук Вот это очень приятно Всегда вот эти репетиции Всегда там 100 человек Вот этих на сцене Музыкантов Все в живага Все Вообще Все то, что Нужно это России Мы сейчас Не побоюсь этого слова По большому счету Мы сейчас Стоим на уровне Вот этих ребят И Лара Фабиан И Луис Мигель И нам надо Конечно И нам надо уже совместно Проводить какие-то работы Концерты вместе делать Какие-то может быть сборы Хорошо А ты когда приходишь На попсовые радиостанции Ты формат? Света, это вопрос Не в кровь, а в глаз Я не знаю Понятно Вот Ну Мы же Не занимаемся этим форматом Мы делаем просто музыку Просто музыку Музыку У нас и западные уже авторы И авторы музыки Слова мы, слава богу, пишем здесь И у нас все с этим нормально Но уже музыка Она И поэтому Говорить какой-то формат Или не формат Но сейчас не знаю Ты молодец Насколько правильно Ты знаешь, почему я так взяла за руку, Любя? Потому что нам придется с тобой Сказать друг другу до свидания Но прежде чем мы скажем друг другу до свидания Скажи нашим телезрителям Своим поклонникам Что-нибудь приятное Пожелай чего-нибудь Да, спасибо, Света, за эфир Прежде всего тебе Молодец ты это самое А телезрителям И радиослушателям Я желаю всего самого хорошего Мира в ваших домах И самое главное В этом может быть есть отчасти И какой-то корыстный интерес Это самое главное В том, чтобы Наша Россия Жила очень хорошо Очень стабильно Все прогнозы Которые Начиная там от Глоба И заканчивая Ванги Они сейчас Именно склоняются к этому Что ближайшее Десятилетие Ближайшие несколько лет Мы будем на подъеме Мы будем развиваться И соответственно Будет развиваться И тоже Наша культура Наше искусство Потому что Что там говорить Если у людей Все хорошо в России Да И они с удовольствием Берут своих женщин Мужчины я имею ввиду Своих ребятишек И приходят к нам на концерт Правильно? Поэтому Мы сейчас Посвящаем эту песню Всем женщинам С вами была Светлана Лазарева И Сергей Любавин Пока Удачи всем Я сам не знаю До сих пор За что мне это право слово Но я живу теперь Как Бог Укравший счастье У другого Она мне даже Не жена Но перед нею я в ответе Все потому что мне Она Теперь дороже всех На свете Это женщина Которую Это женщина С тревогой И мольбой Это женщина Которая Подобна чуду Это женщина Женщина, которую я помнить буду Это женщина, которой никогда не сдать моей судьбой Дождь барабанит за стеклом А мне в такую ночь не спиться Я был нечейдрем, шуравлём Она в чужой руке синицей Она мне даже не жена Но где найти слова и силы Чтобы поверила она И от меня не уходил Это женщина, которую люблю я очень Это женщина, которая мне снится ночью Это женщина, которая глядит с тревогой и мольбой Это женщина, которая подобна чуду Это женщина, которую я помнить буду Это женщина, которой никогда не сдать моей судьбой Это женщина, которую люблю я очень Это женщина, которая мне снится ночью Это женщина, которая глядит с тревогой и мольбой Это женщина, которая подобна чуду Это женщина, которую я помнить буду Это женщина, которой никогда не сдать моей судьбой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok